МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие ангарчане! Сегодня 29 мая мы отмечаем 70-летие нашего с вами города, нашего замечательного Ангарска. Пусть наш город растет, развивается и занимает достойное место в сердце каждого его жителя. Телекомпания «Актиз» сегодня работает в прямом эфире. Полтора часа прямого эфира. Мы покажем все, что будет происходить на стадионе Ангара. А именно здесь состоится праздничный концерт, посвященный юбилею нашего города. Праздничный концерт называется «Музей легенд 7.0». Очень интересное ожидает действо. Режиссер из Иркутска, зовут ее Ирина Захарова. Полтора часа прямого эфира и увидите все, все покажем абсолютно. Многие хотели бы попасть на стадион, но не у всех, к сожалению, получилось. Управление по культуре. Дворцы культуры Ангарского городского округа. Принимать участие будет очень много народу. Долгая подготовка и все только для того, чтобы вам это понравилось. На трибунах также будут присутствовать представители делегаций. Вчера в Ангарск приехали делегации из городов-побратимов. Это Мытище, это Омск. И вчера, 28 мая, в Ангарске состоялось очень знаменательное, можно даже сказать, историческое событие. Ангарск и Омск подписали соглашение и стали городами-побратимами. Омск уже пятый город-побратим для Ангарска. Началось празднование с самого утра, с забега, с полумарафона на Ангарской набережной. Было три забега на 3 километра, на 10, на 21 километр. Буквально завершаются сейчас последние приготовления перед грандиозным нашим праздником. Трибуны уже практически заполнены. И, к счастью, к счастью, нас не подвела погода. Было очень холодно, но сейчас здесь, на небе, ни облачко, ни тучки. Дождь не планируется. И, надеюсь, весь праздник, все полтора часа пройдут с ясным солнышком. Друзья, я вам расскажу немного о прямой трансляции. Полтора часа в прямом эфире. С вами буду я, меня зовут Елена Мильвитт. И наш комментатор Ирина Сергеева. И сейчас я хотела бы передать ей слово. Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ирина Сергеева. Я люблю тебя. Ангарск. Я думаю, эти слова сегодня скажет практически каждый житель нашего города. И неважно, родился он в этом городе, или приехал сюда, будучи уже взрослым, или совсем малышом его привезли в Ангарск. Я думаю, все эти люди, кто хоть немножко пожил в Ангарске, кто соприкоснулся с нашим городом, они несут память о нашем городе всю свою жизнь. Они вспоминают наш город как город светлый, город чудный, город просторный и город хороших людей. Вот мы с вами сейчас на стадионе. Мы в нетерпении, потому что дата у нашего города замечательная – 70 лет. И не случайно называется сегодняшнее вот это представление праздничное, оно называется «Музей легенд 7.0» или «Ангарск 7.0», то есть «Ангарск 70». 70 лет. Потихоньку подходят люди, собираются, рассаживаются на трибунах, наполняется ложа VIP-гостей. Я думаю, вы уже обратили внимание на замечательные такие фигуры, символизирующие хранителей времени. Они как будто бы сделаны из бронзы. Кто-то похож на оловянного солдатика, кто-то на какую-то богиню времени. Мы видим с вами спортсмена, пожарного, дворника. Очень интересные фигуры, которые вызывают огромное любопытство у публики. Люди и ребятишки с удовольствием их рассматривают, разглядывают. Я думаю, что это такая новинка для нашего города. И, в принципе, смею предполагать, что вся сегодняшняя программа будет необычной, интересной. В принципе, так и должно быть, да? Вы со мной согласитесь. Оно того достойно. Наш город достойно свое 70-летие увидеть какую-нибудь интересную программу, удивительную программу. Надеюсь, что погода не подкачает. Думаю, что ночью сегодня очень многие артисты переживали, да и зрители тоже, когда разразился большой дождь. И думали, а как же завтра? Да, а как же завтра выступление на стадионе «Ангара?» Что будет? К счастью, солнышко разошлось. Сказала я. Посмотрела сейчас на небо, которое немножко затянулось облаками. Но надеюсь, что все-таки погода будет нам благоволить. Вот сейчас музыка затихает. И очень хочется, чтобы поскорее началось наше мероприятие. Народ еще идет. Народ довольно активный. Трибуны заполняются. Вы знаете, день города – это, конечно, особый праздник. И у каждого города день рождения свой. Вот вспомните дни рождения Ангарска. Я думаю, что многие из вас в эти дни приходили на стадион. Помнят шествия по стадиону, большие, великие, автором которых был Михаил Филиппович Бачин. Замечательный человек, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Режиссер этих торжеств. К сожалению, его уже нет с нами. И сегодня мы увидим иное шоу. Более современное, наверное, интересное. Но все это нас ждет впереди. Конечно, предвкушаем, что будет что-то такое вкусное, необычное. Надеюсь, ожидания наши сбудутся. И, думая о дне рождения города, вы знаете, я перелистала очень много книг. Я посмотрела очень много литературных сборников, где есть стихи об Ангарске. В Ангарск ведь люди приезжали не только строители. Даже среди первых строителей были те, кто писал стихи, кто рисовал картины. То есть культура, творческая составляющая нашего города, она появилась еще тогда, еще в конце 40-х годов. И вот все стихи про Ангарск, которые мне удалось найти, написанные в 50-х, 60-х, 70-х годах, в нынешнее время, они едины в одном – в том, что наш город – это город светлый, это город чудесный, умытый водами Ангары. А еще их объединяет то, что в этих стихах очень часто говорится о замечательных людях, людях, живущих в нашем городе. И вообще, я думаю, вы со мной согласитесь, что люди Ангарска – это такие люди особой породы, особой касты, я бы даже сказала. Они занимаются нелегким трудом. Ну, согласитесь, большинство занимается трудом нелегким, трудом непростым. Но труд любого человека, который живет в нашем городе, он нужен народу. Мы ангарчане, как никто, умеют работать, причем работаем мы с вами на совесть. Мы преодолеваем любые профессиональные препятствия, видим перспективу своего труда и, в общем, умеем придумывать идеи, интегрировать их и внедрять в производственный процесс. Не только в производственный процесс, но и даже в нашу простую жизнь, бытовую, обычную, и в том числе в праздники. Вот надеюсь, что в этот праздник, нынешний, сегодняшний, который вот-вот должен начаться, будут интегрированы какие-то новые, современные, необычные идеи. Ну, и ангарчане – это умные, сильные, талантливые люди. Так вот, комплиментами сегодня я не устану рассыпаться перед ангарчанами, потому что я сама родилась в Ангарске. Я люблю этот город, я люблю тех людей, которые меня окружают. И думаю, что вы тоже любите своих друзей, своих родных, всех тех, кто живет с вами в Ангарске. И признаваясь в любви к городу, признаваясь в любви к ангарчанам, знаете, что хочу сказать? Давайте говорить о том, что мы любим наш город, и о том, что мы любим тех, кто окружает нас с вами, не только в праздники, правильно? А то в праздник мы собираемся, говорим о том, какой город замечательный. Праздник заканчивается, и глаз как бы замыливается. Мы ходим по нашим уникальным, интересным улочкам, похожим где-то на питерские улочки, и как будто бы не видим этого. А ведь наш город, он необычный, он своеобразный, у него есть свой дух, у него есть свой характер, у него есть свое настроение. Не нужно об этом забывать. Когда мы не будем об этом забывать, наша любовь к городу будет расти и будет крепнуть. Если говорить вот о том мероприятии, которое нас с вами ждет, оно будет довольно таким большим, масштабным. Огромное количество коллективов будет принимать участие в этом мероприятии. Причем среди этих коллективов есть как и ангарские коллективы, в том числе есть и коллективы из Иркутска. И я сейчас прерываюсь, потому что у нас сейчас с вами идет включение. Дорогие телезрители, сегодня на празднование юбилея Ангарска приехал губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Игорь Иванович, как настроение? Отличное настроение. Хороший спортивный комплекс отстроили. 11 лет, я знаю, что здесь не было никаких мероприятий. Я думаю, это хороший подарок ангарчанам и правительству, в том числе Иркутской области. Вы часто бываете в нашем городе. Какие ассоциации у вас возникают со словом «Ангарск»? Вы знаете, когда я первый раз приехал, и когда мне сказали, что это город, рожденный победой, я перенес себя в тот период, когда наше старшее поколение с нуля сделало, победив в Великой Отечественной войне, с нуля сделало этот город. И вложило туда и душу, и, я думаю, все силы и здоровье для того, чтобы город был современным, красивым и, самое главное, памятным. Вот эта дата, город, рожденный с победой, это память нам, нашему поколению, от старшего поколения, потому что это очень важно для всех нас. Игорь Иванович, что бы вы хотели пожелать нашему 70 лет для человека возраста, а для города все-таки возраст молодой? Вы знаете, здесь столько специальностей, которые можно получить, работая в этом городе, благоустроенном городе, и нефтехимики, и строители, и те, кто связан с развитием продовольственного такого направления. Вы знаете, он в динамике, он в таком движении. И вот я за это движение. Я хотел бы, чтобы движение, которое мы сделали 70 лет назад, действительно развивалось. Конечно, всем ангарчанам здоровья, удачи, добра, благополучия, хорошего настроения. Праздник есть праздник. Поэтому я уверен, что это определенный итог какой-то работы. Ну а впереди еще много-много дел. Трудно с вами не согласиться. Спасибо вам большое. Игорь Иванович Кобзев, губернатор Иркутской области. В эфире телекомпания «Актиз». Дорогие друзья, я думаю, что вот-вот несколько еще минут и начнется наш замечательный праздник. Настроение у людей, которые все еще заходят на стадион, присаживаются. Замечательно. Я вижу улыбающиеся лица ребятишек. Я вижу восторженные взгляды взрослых. Мы все надеемся на хороший праздник, на интересное действие. Наверняка так оно и будет. Этот праздник, я думаю, что он останется в нашей памяти, потому что цифра 70. Эта цифра, конечно, интересная и уникальная. Но сейчас у нас с вами в эфире еще один гость. Телекомпания «Актиз» продолжает работу в прямом эфире со стадиона «Ангара». Сергей Анатольевич Петров, мэр Ангарского городского округа. Как настроение? Сергей Анатольевич? Добрый день. Настроение замечательное. Сегодня весь день ездил по городу, по разным локациям. Начал с полумарафона. Прекрасный праздник, прекрасное настроение у людей. Все вышли на улицы, такое ощущение. Столько хорошего настроения, столько позитива. Давно в городе этого не было. Слава Богу, погода нас не подвела сегодня. Да, погода и условия пандемии уже не такие жесткие, поэтому, конечно, все работает на нас. И хорошо, Сергей Анатольевич, вот согласитесь, Ангарск – это такой город, который умеет влюблять в себя. И неважно, родился ты тут или приехал. Вы родились не в Ангарске, но столько для него сделали, потому что город действительно влюбляет в себя. Отсюда не хочется уезжать. Это так? Ну, конечно, конечно. О чем говорить? Ангарск, у него такая динамика, такой драйв. И вот это, конечно, заводит, это каким-то образом заряжает. Ты сам становишься немножко похожим на Ангарск. И вот это какая-то любовь, она, наверное, взаимная. Мне кажется, город нас тоже любит. И ангарчане любят свой город. В общем, просто замечательный город. Замечательное отношение людей к нему. Уважение к городу, гордость за город, патриотизм наш. Вот это все те качества, которые Ангарску присущи в очень большом количестве, в очень высоком уровне. Мы слышим куранты. Это значит, что концерт начинается. Редактор субтитров А.Семкин Без прошлого нет будущего. Время не ограничивается часами, минутами и секундами. И самое бесценное – это то, что мы можем сохранить эту нить, связывающую целое поколение, дарящую нам возможность помнить месяцы, годы, века. Время хранит летопись предшествующих эпох, словно большую легенду, которая состоит из множества маленьких. И каждый из нас, жителей города, запечатлевает себя во времени и пространстве, где каждая история и события – это бесценный экспонат, который бережно хранит Музей легенд, Музей времени, Музей жизни. Продолжаем наш прямой эфир. И рядом со мной Алексей Николаевич Красноштанов, депутат Государственной Думы. Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые ветераны, дорогие ангарчане, от всего сердца поздравляю вас с 70-летием нашего, не побоюсь этого слова сказать, великого города. 70 лет, а такая глубокая, насыщенная история. Создали массу предприятий всесоюзного значения. И в этот день, конечно, мне хотелось бы пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и город молодой. И чтобы в будущем наше молодое поколение помнило наших ветеранов и приумножало наши традиции. С праздником вам счастья, благополучия и здоровья! Я люблю вас! Я уверена, ангарчане отвечают взаимностью, потому что это люди неравнодушные, правда? Спасибо! Еще раз праздника! Спасибо! Дорогие друзья, наш праздник начался, праздник, посвященный 70-летию нашего любимого города. Народа собралось много, и вот здесь у нас вершится действо. Первый эпизод всей нашей программы нынешней называется «Музей легенд, музей времени, музей жизни». Герои этого эпизода хранители музея времени. Они запускают часовой механизм. Вы видите, у них в руках такие большие, огромные, желтые шестеренки. Часы заработали? КОНЕЦ 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 Мы с вами услышали семь ударов ангарских курантов. Удары, которые звучали как биение сердца. Сердца нашего города. Почему семь? Потому что цифра семь символизирует семь десятилетий, которые гордо прожил ангарский. Вы знаете, что часы для ангарской курантов в том числе это своеобразный символ. Но и не случайно устроители праздника начали именно с него. В марте 68-го года в Ангарске открылся музей часов, созданный на основе коллекции Павла Сильча Курдюкова. Этот музей долгое время был единственным музеем часов в стране. Все экспонаты в нем действующие. И маленькие сердца этих экспонатов стучат в ритме большого города. Сейчас мы с вами видим группу барабанщиков на стадионе. Они играют напряженно, быстро, можно даже сказать так, бешено, активно. Они играют в том темпе, в котором быстро и основательно струнался наш город. Вы знаете, что история Ангарска берет начало с 1945 года, когда было принято решение правительства Советского Союза о возведении комбината по производству искусственного жидкого топлива. И 15 октября 1945 года в Тайге в нескольких километрах от поселка Китай высадился первый десант строителей в составе 15 человек под руководством прораба Николая Павловича Логинова. Строители начали строить землянки, оборудовать под жилье конюшни, овчарные столовые, оставшиеся от летних военных лагерей, занимавшиеся разгрузкой эшелонов из Германии с оборудованием для заводов. Промышленная территория стала местом. В 1948 году появились первые районы. Закипела работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В КАЖДОМ УГОЛКЕ на каждой улице ощущается невероятная энергетика того поколения, которое вложило в создание и развитие города все силы и свою любовь. В непростое военное время люди мечтали о новой мирной жизни, о будущем, которое они построят. Именно эти прекрасные стремления стали фундаментом для создания и процветания нашего города. И подобно тому, как слаженно и энергично раздается барабанный бой в победном марше, так же вдохновенно звучат в унисон сердца ангарчан. Город Ангарск. Город, рожденный победой. Город воплотившейся мечты. Рядом с мной сейчас Александр Александрович городской, председатель думы ангарского городского округа. Добрый вечер! Добрый! Как настроение? Настроение прекрасное. Продолжаем держать пальцы за погоду скрещенными, чтобы погода не подвела. Не подвела. Еще все впереди. Ну, я думаю, не подведет. Мы работаем над этим. Александр Александрович, ваше поздравление в честь юбилея Ангарска. Дорогие ангарчане, наш с вами замечательный город празднует 70-летний юбилей. Город удивительный. Его населяют очень энергичные, оптимистичные, фактически всемогущие люди. Дорогие ангарчане, с праздником, удачи, будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok ангарчане. Аплодисменты зрителей. Группа расходится. Один из эпизодов праздника завершается. И на стадион ровными колоннами входят солдаты воинских частей нашего города. Аплодисменты субтитры создавал DimaTorzok Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила песню заводила про степного сизого орла. Не случайно именно Катюша звучит сейчас у нас на стадионе. Мы с вами все прекрасно знаем, как мы называем Ангарск. Ангарск для нас это город рожденный победой. Ангарск это город, который возводили люди особой породы фронтовики. И Ангарск он со своим характером. Наш характер мужественный, стойкий, твердый. Ангарск всегда особенный, удивительный, светлый. Мы можем многое, нам все по плечу. Мы умеем любить, мы умеем работать, мы умеем отдыхать. Ангарск как воплотившаяся мечта, мечта о победе, о счастливой и доброй жизни. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Город, рожденный победой Город, рожденный весной Люди с душою открытой Это Ангарск мой родной Город, рожденный победой Город, рожденный мечтой Люди с душою открытой Это Ангарск, город мой Ура! 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 Что, ура, товарищи? Ура на трибунах Как-то ура! Они очень активно прокричали Я думаю, что вы, сидя у экранов своих телевизоров Можете все-таки крикнуть огромное от всей души ура! Ура нашему городу! Ура победе, благодаря которой наш город был рожден! Один из эпизодов нашего праздника подходит к завершению И нас ждет эпизод следующий Носящий название «Ангарск. Город со своим характером» И зарождался в мае 1945-го город с особым характером Его горячий нрав помогает стремиться вперед к процветанию и развитию В самые непростые времена Вместе с тем, как начиналось строительство индустриальных гигантов Огромный энтузиазм, энергия, сила воли и духовный подъем Становились ключевыми чертами характера каждого жителя Ангарчане никогда не шли на поводу у судьбы В условиях суровой сибирской стройки Ни на миг не потеряли чувство свободы, творчества и созидания Все поколения ангарчан по сей день Своим трудом, наградами и достижениями Прославляют имя родного города Своим трудом, наградами и достижениями Перед нами разворачивается стройка Строительство комбината Масштабы этого строительства были огромны Только у МВД Советского Союза была возможность Направить необходимое количество организованной рабочей силы Для строительства подобного предприятия И обеспечить всеми необходимыми материально-техническими ресурсами Поэтому 16 июня 1948 года Постановлением Совета министров СССР и приказом МВД СССР Было создано стройуправление и УИТЛ номер 18 МВД Советского Союза В составе которого находилась стройка и справительно-трудовой лагерь На 40 тысяч человек Сердца людей в ту далекую пору требовали перемены Поэтому в 49 году начались работы не только по строительству основных цехов комбината 16 Но и закладка города под условным наименованием соцгород По московскому тракту и строительство коттеджей для инженерно-технического персонала По будущей улице набережной Продолжение следует... Рядом со мной Борис Геннадьевич Басманов, главный врач ангарской больницы, скорая медицина И вот буквально мы сейчас с Борисом Геннадьевичем разговаривали Спросил, а Борис Геннадьевич как настроение? Борис Геннадьевич сказал, вот так, правда? Добрый день, дорогие ангарчане! Сегодня в городе замечательнейший праздник Благодаря телекомпании «Актиз» я сегодня имею возможность Обратиться сразу ко всем жителям города Ангарска Сегодня Ангарск сплавляет свой славный юбилей Сразу в послевоенное время Вот в эти места хлынули тысячи молодых людей Создав для города Ангарска Замечательный, очень крепкий генофонд Который позволяет из поколения в поколение Передавать дух ангарчан И наш вид города, наши дела Тому очень замечательное свидетельство Я от коллектива больницы скорой медицинской помощи Поздравляю всех ангарчан с замечательнейшим праздником Мы тоже приготовили свой подарок к этому замечательному юбилею Создав региональный сосудистый центр номер 3 И сегодня уже к 70-летию города Ангарска Мы выполнили 70 самых высокотехнологичных медицинских операций Я поздравляю, дорогие ангарчане, вас И желаю вам крепкого здоровья Спасибо большое, Борис Геннадьевич Очень замечательное пожелание Очень важное пожелание здоровья Я желаю вам большой удачи В вашем начинании 70 операций Ну все, пусть все-таки будет их поменьше Это значит, что у людей крепкое здоровье Самое главное, что мы их уже умеем делать Именно для ангарчан Это замечательно Спасибо большое С праздником, Ангарск! Дорогие друзья, я думаю, вы обратили внимание, какая сейчас необычная звучала музыка Такая странная немножко Это была музыкальная композиция, которая исполнялась на различных строительных инструментах И на самых разных трубах Сейчас у нас на сцене скрипачи Вы слышите скрипичную музыку И мы видим танец, исполняют который ребятишки Этот танец подчеркивает такой твердый, решительный характер нашего города Ну и как бы он скажет нам о том, что огонь, горящий в сердцах жителя нашего города Дал начало нашей истории Но об этом немножко позже Смотрим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красные лоскутки в руках ребятишек Это искорки Это огоньки пламени Это огонь Помните, перемен требуют наши сердца И вот огонь, горящий в сердцах жителей Дал начало истории нашего города Не было бы таких сердец у наших первостроителей Да и не родился бы никогда Ангарск Не было бы того энтузиазма и любви к тайге, к городу Ничего бы не случилось И не жили бы мы с вами в этом городе И не праздновали бы мы сегодня его 70-летие То есть Это основная метафора данного эпизода Огонь, горящий в сердцах жителей Начало всего ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Указом Президиума Верховного Совета СССР Рабочий поселок преобразован в город Ангарск 30 мая 1951 года А сейчас хочу поздравить вас с юбилеем города К нам пришел Константин Борисович Кузайцев Председатель правительства Иркутской области Добрый вечер Добрый вечер, добрый вечер Ангарск Ангарск самый лучший город В нем живут самые лучшие люди Поэтому всех хочу поздравить с днем рождения Всем здоровья, счастья Берегите, развивайте И славьте наш любимый город Константин Борисович, как вам праздник? Как концерт? Как на сориене ангарчан на трибунах? 10 лет я не видел ничего подобного за последние годы Организаторы молодцы Ангарчане молодцы Потому что поддержали всю программу Которая была запланирована И сделали по-настоящему большой светлый праздник Праздник Амангарск Праздник Амангарск, спасибо большое Праздник Амангарск Добро пожаловать в Ангарск Так называется этот эпизод праздника Ангарск всегда был и остается гостеприимным городом Его душа полна праздника Вы прекрасно знаете, как любим мы отмечать праздники Уж тем более день рождения города И мы рады настроением своим счастьем Своим делиться со всеми Символ русского раздолья Русской души Это хоровод Который сейчас разворачивается на стадионе Я думаю, вы обязательно обратите внимание На украшения этого хоровода Это огромные матрешки Они скоро появятся у вас на экранах Надувные матрешки высотой 2,5 метра КОНЕЦ 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 Обратите, пожалуйста, внимание еще на круги с лентами Держат юные исполнительницы Юные танцовщицы в руках Вот знаете, в этом символе, в этом круге с лентами Много чего соединено Это и на венок похоже И вообще на единение, на единство И на ярмарку Ангарск всегда был частичкой мира Частичкой России И замечательный ангарский поэт Валерий Алексеев Написал когда-то удивительное стихотворение Которое я позволю себе под эту исконно русскую мелодию Сейчас зачитать Мой Ангарск, ты частица России Ты стоишь у сияния двух рек Не устанет тобою гордиться Наш великий простой человек Ангара в себя силу вдохнула Наградил беспокойством китой Своей мощью тайга встрепенула Ты расти Песни звонкие пой Мы с тобой все невзгоды осилим Верим в это и сделаем так Чтобы стал самым лучшим в России Наш Ангарск Город наш сибиряк Пусть молва о тебе не смолкает Пусть везде будет слышен твой глаз Твоя слава в краю расцветает Стал ты городом счастья для нас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посмотрите, какое масштабное действие разворачивается на стадионе Таланты, сибирские таланты, ангарские таланты здесь собрались Причем этими талантами, которые могут словом, танцем, карандашом, рисом и кистью Изобразить прекрасный мир Этими талантами мы с вами гордились, гордимся И, судя по подрастающему поколению, еще будем гордиться долгие-долгие годы Творчество ангарчан разнообразно и интересно В нем есть место всему Живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, театру, вокалу и так далее И как здорово, что все это мы видим здесь, сегодня, на празднике Посвященном 70-летию нашего любимого города Ангарска Субтитры сделал DimaTorzok 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 Замечательный яркий эпизод, наполненный драйвом И вот здесь еще я вижу колонны, потрясающие колонны движутся к нам Вы прекрасно понимаете, что помимо такой русской удали, русского задора У ангарчан есть за душой еще нечто утонченное и навеянное, чем, догадались, питерскими мотивами Ангарск, маленький Санкт-Петербург Архитектурная жемчужина, архитектурная жемчужина Сибири, уникальная своим обликом и культурой Еще в конце 40-х годов стало ясно, что из промышленного поселка вырастет невероятной красоты город Ленинградские архитекторы подарили часть своей души и своего творчества, который бережно сохраняется до сих пор Здесь ангарские ворота и любимый нефтехимик, напоминающие Петербургский Смольный и Таврический дворец Площадь Ленина, словно уменьшенная копия дворцовой площади северной столицы Прогуливаясь по которой, мы вновь и вновь слышим ангарские куранты И в этой музыке словно звучат дома и улицы, площади и скверы, которые говорят с нами Напоминают и дают почувствовать течение жизни города Только что в эфире был такой зажигательный балалайщик А сейчас офицерская выправка, вальс А мы с Мариной Степановной, заместителем мэра Ангарского городского округа Хотим поздравить вас с юбилеем Ангарска Дорогие ангарчане, сегодня очень большой праздник Сегодня мы с вами отмечаем 70 лет Для города это очень хорошая цифра Я хочу пожелать вам, дорогие ангарчане, как любим свой город Продолжать его любить, продолжать его, чтобы он процветал Чтобы все становилось все краше, лучше, благоустроеннее И чтобы мы никогда с вами никуда не рвались Уезжать из этого великолепного, прекрасного, любимого нам всем города С праздником, с юбилеем, дорогие ангарчане! Замечательный вальс, который исполняют кадеты школы номер 39 И опять вот этот питерский дух Ну согласитесь, мы же гордимся тем, что наш город похож на Питер Прогуливаясь по городу, мы видим в нем что-то питерское А прогуливаясь по Питеру, обращали, наверное, внимание Замечаем, елки-палки, а как вот это вот похоже на наш, Ангарск Действительно, проектирование Ангарска осуществлялось одной проектной организацией Это была архитектурно-планировочная мастерская номер 4 Ленинградского отделения горстрой проекта Поэтому у нас так много схожего с Питером Улицы прямые, классический стиль в архитектуре, трехлучевая система площадей Вообще, питерцы думали, что Ангарск должен стать уголком Петербурга в миниатюре А зачем им это нужно было, спросите вы? Они просто хотели, чтобы в далекой Сибири можно было сразу понять, что это именно ленинградцы Подарили нам часть своей души, своего творчества Все это придает нашему городу оттенок столичности Об Ангарске в маленьком Питере напоминает название одной из улиц города Ленинградский проспект В парке Дворца культуры нефтехимик есть свои львы Но они не такие большие, как в Питере, они маленькие на фонтане А шпиль на главной площади города воспринимается многими горожанами как модель адмиралтейства Мотивы города на Неве звучат в узорах чугунных оград парков В зубчатых фронтонах на посадах зданий, в орнаментах, в лепнине Рядом со мной Олег Игоревич Заремба, это заместитель мэра города Омска Олег Игоревич, вчера случилось историческое знаменательное событие для вашего города, для нашего округа Ангарске и Омск подписали соглашение, стали городами-побратимами Для вас это тоже историческое событие, очень важное? Это историческое событие во всех смыслах, тем более, что после тяжелого периода, после пандемии, буквально в первые же дни, когда мы смогли это сделать, именно в этот момент мы пожали друг другу руки и скрепили отношения под писями Поэтому, конечно, мы этого ждали, к этому готовились, это наступило не вдруг, в нашем отношении в целом уже более 10 лет, и вот они наконец пришли к закономерному финалу Вы впервые в Ангарске или уже приходилось сбывать? Нет, я впервые в Ангарске и вообще в Иркутской области, и очень давно я хотел видеть Байкал, Ангару, так что можно сказать, мечты сбываются Давайте поздравим, у вас наверняка есть добрые, теплые слова, которые хотелось бы сказать сегодня нашим телезрителям и всему Ангарску Дорогие ангарчане, поздравляю вас с праздником от имени миллионного населения города Омска, от мэра Оксаны Николаевны Фадиной, от нашего губернатора Оксана Владимировича Буркова Знаете, что мы рядом, для Сибири это не расстояние, всегда готовы протянуть руку помощи, можете на нас рассчитывать Приезжайте в гости, учиться, праздновать вместе с нами, всегда рады, мы с вами Ангарск, еще раз с праздником Замечательная музыка звучит Белый рояль Белый автомобиль Балерина Причем, если к ней приглядеться, она как будто бы выросла в рояле, и рояль стал ее огромной пачкой Замечательная музыка, замечательный балет, но по поводу балета вы помните, что в области балета мы впереди планеты всей Если говорить про Ангарск, да, у нас есть свой балет, и у нас есть свои гениальные, потрясающие, удивительные музыканты Причем во всех областях музыки, начиная от популярной музыки, заканчивая джазом, этно и так далее Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, молодцы! Наше шоу продолжается, и у нас на сцене появляются вокалисты. Добрый вечер, Олег Валентинович! Добрый вечер! Как настроение? Как вам праздник? Отлично! Грандиозный праздник! Очень великолепно! Ваши поздравления! Добрые слова! Самые добрые, теплые! Честь нашего с вами города! Да! Всем большой привет, дорогие ангарчане! Любви бесконечной! Счастья вам! И долгих лет жизни! Ваши предприятия очень много лет работают на благо нашего города! Давайте поздравим ваших работников тоже! Конечно! Всех наших сотрудников, всех наших коллег с праздником! С великолепным 70-летием! Спасибо большое! Хорошего настроения! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Великолепно просто! Хранит историю и мечты каждого жителя От самого взрослого до самого маленького Он хранит летопись города В домах которого каждый день мы учимся мечтать По-детски, искренне, с открытым сердцем Здесь, на этих улицах, мы мечтаем стать художниками Врачами или спортсменами Сделать множество открытий И создать шедевр Все то великое, чем мы сегодня восторгаемся в Ангарске Было когда-то чьей-то мечтой Чьим-то стремлением И чьей-то верой Мечтай! Живи полной жизнью! Ведь этот город создали мечтатели! А прямой эфир, в нашем прямом эфире гости из подмосковного Мытища Это Михаил Годин, заместитель главы администрации Мытища Добрый вечер! Здравствуйте! Вы впервые в Ангарске? Да, я впервые в Ангарске Нахожу здесь второй день Спасибо за приглашение За радушную встречу На теплый прием Очень был приятно впечатлен городом Хотя, конечно, все посмотреть не удалось Всего лишь два дня Наверное, мало для того, чтобы посмотреть Ангарск Но то, что увидел, впечатляет Шикарное выступление сегодня Но не только сегодня Ребята с душой все сделали Энергетика передается Зрители прям Прям мурашки по коже Ну а так, конечно, город красивый Город развивается Хорошая природа Были на выставке в Лукомойе Уникальная выставка У нас такой нет Но хотели бы тоже Позавистывать этот у вас Набережная просто шикарная Отличная Видно, что команда, конечно У вашего мэра слаженная Которая на деле доказывает свою эффективность Я надеюсь, что Все люди это видят Ценят и гордятся этим Но от себя, конечно, хотелось бы поздравить Всех ангарчан с праздником У вас сегодня не просто праздник, а юбилей Хотелось бы Пожелать вам просветания Любите И берегите свой родной край Спасибо большое за теплые слова И пожелания Михаил Конец Заместитель главы администрации Мечтать и верить странное И жизнь как разноцветный серпантин Мы полетим Шанс превращая смысл Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Мы победим Куда укажет нам душа Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Напевая звездам в такт Улыбнись и сделай шаг Мы полетим Мы полетим Шаг превращая смысл Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Мы полетим Куда укажет нам душа Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Не прекращай мечтать Замечательная фраза Я думаю, что ангаршане мечтали Мечтают И будут продолжать мечтать Потому что если у человека нет мечты Это значит, ему не к чему стремиться Не было бы каких-то мечтаний Каких-то задумок У людей старшего поколения Которые давным-давно приехали к нам сюда После Великой Отечественной войны Не было бы и этого города Который стал родиной Для многих из нас То есть всегда Даже в какие-то сложные минуты В сложное время Не забывайте о том, что мечта должна жить В вашем сердце Маленьким таким теплым Светлым, сияющим комочком Вот именно такой замечательной Дарящей надежду Композиции была эта песня Мы продолжаем слушать замечательные песни И сейчас будем Там помечтали А здесь мы будем просто радоваться Снежной зимою Хочется это А жарким летом Сладок лёд зимы Ждёт одинокий Пламя рассвета Двоим уютно Под покровом твы Радуйся жизни Даже в ненастье Не верь, что счастья больше не придёт Слушай себя Сердце стучит Сердце поёт Радуйся 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 Больному лету Радуйся Судьба тебя Ласкает Но Радуйся Звёздному небу Андрей Сергеевич Собрунов Заместитель мэра Ангарского городского округа Андрей Сергеевич Вот мы стоим буквально За трибутой Где вы сидите И я вижу Как вам нравится Это просто супер Это Ну просто Непередаваемое ощущение Вот Понимаете Того праздника Той атмосферы радости Наверное мы Просто соскучились Поэтому Плюс Вот этот Пандемийный год И у нас Не было возможности Именно наблюдать Вот За таким шествием За таким действием Сегодня у нас Есть эта возможность У нас появился Новый Забытый Старый наш стадион Добрая Хорошая Ангара Это просто Непередаваемое ощущение Дорогие Аганарчане Я желаю вам Доброты Здоровья Счастья Радости И много-много Любви Ангарск Это маленький Питер Это Солнечный Красивый И Очень уютный Наш любимый Город С праздником Дорогие Аганарчане С праздником Ангарск Дорогие Помните Мюнхгаузен Каждое утро Просыпался И планировал Подвиг Я вам Настоятельно Рекомендую Просыпаясь Каждое утро Планировать радость Подвиг Не обязательно А радовать Себя И радовать Других Мне кажется Это очень важно Ведь если мы Будем радоваться Сами И радовать Других Мы будем жить Пожалуй В самом Красивом Самом Счастливом Самом Замечательном Городе Счастливом Ангарск Город Побед И у каждого Они свои Открытие И достижения Преодоление И новое Свершение Каждый Своими Маленькими Победами Определяет Какой Ангарск В настоящем И каким Его увидят Будущее Поколение Ангарск Город Моего рождения Город Где я начала Свой путь Где я узнала Что такое Победа Здесь я выросла И начала Заниматься Спортом И делала шаги На встречу Маленьким И большим Победам Ангарск Помог мне Реализовать Мою мечту Большое спасибо Городу Ангарску Жителям Города Ангарска За вашу Поддержку За ваше Понимание За то что Вы всегда были Рядом Со мной Я понимаю Что только упорный Каждодневный Труд Поможет привести На ту вершину Счастья Где апофеозом Служит победа И награда Каждый ангарчанин Победитель с рождения Каждый Своим примером Может доказать Что невозможно И возможно Через все трудности Идти за своей мечтой Я уверен За нами пойдут Многие юные ангарчане Которые делают Свои первые шаги В спорте Медицине Науки Юриспруденции И культуре Спасибо тебе Мой город За то что я здесь родилась Здесь я всегда чувствую Любовь и поддержку Здесь мои родные И близкие Друзья И болельщики Сюда постоянно тянет Потому что это моя родина Наш город Ангарск Это город Рожденный победой Поэтому Все победы Только впереди После того Как мы услышали С вами обращение Известных Ангарских спортсменов Которых мы знаем Любим За которых мы болели И переживали Когда они выступали На ответственных соревнованиях Начинается Такой спортивный блок Естественно Под песню Нас не догонят Настоящего спортсмена Никто не догонит Никогда Ну а если этот спортсмен Настоящий Еще и ангарчанин То тем более Смотрите Сейчас на стадионе Появляются велосипедисты Юные велосипедисты Вообще Если говорить Об ангарском спорте То Ну Трудно перечислить Тот вид спорта В котором Не было бы достижений У ангарчан Мы знаем Ангарский Хоккей Мы знаем Ангарские Лыжи Знаем Еще много Других видов Спорта Но практически Каждым видом Спорта Может заниматься Ангарчанин И как Когда-то В 70-е В 80-е Спорт активно Входил в жизнь Подрастающего поколения Тогда во всех школах Были кружки Спортивные секции Так и сейчас Происходит Такое возрождение Интереса К спорту Ребятишки Занимаются Спортом Обратите внимание На этих маленьких Велосипедистов Они совсем Еще кнопочки Совсем малыши Но как уверенно Они везут Эти флаги Как они Гордятся Происходящим И как живо На это Реагируют Зрители На стадионе Реагируют Начинается Шествие Спортивных Организаций Объединений Я думаю Что многие Из представителей Этих секций Объединений Очень хорошо Вам знакомы Аплодируют Стадион Нашим Юным Спортсменам И тем Спортсменам За плечами Которых Есть уже Немало Наград И медалей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается шествие Ангарских спортсменов Продолжают Растекать По стадиону Наши юные Велосипедисты Ну я думаю Вы догадались Что завтра Вам нужно Не только Загадать себе Мечту Но и Загадать себе Начать Заняться Спортом Как без этого Ведь уже Настоящий Ангарчанин Ермак Чемпион Ермак Чемпион Ермак Чемпион Ермак Чемпион Ермак Чемпион Точнее Отдай На крюшку Посильнее Ударь И все В порядке Если только На площадке Великолепная Пятерка И вратарь Суровый Бой ведет Ледовая Дружина Мы верим Мужеству Отчаянных Парней В хоккей Играют Настоящие Мужчины Трус Не играет В хоккей Ангарский Хоккей Это ангарская Гордость Мы с вами Видим Наших Замечательных Спортсменов Которые Шествуют В этих Милых Оранжевые Это милые Оранжевые Формы С флагами Они появляются На стадионе Легендарная Команда Интересная Команда Шествуют По стадиону И сейчас Присоединятся К остальным Спортсменам Которые Уже Стоят На арене И ждут Наш Ермак Ничья Нас ждет серия Красивых матчей Будет сыграно Немало И не забудем Не забудем Мы как встать В сражениях Золото И копки Добывала Великолепная Пятерка И вратарь В суровый бой Ведет Литовая Дружина Мы верим Мужеству Отчаянных Парней В хоккей Играют Настоящие Мужчины Трус Не играет Хоккей Трус Не играет Хоккей Субтитры Сменяется музыка, появляются новые коллективы на арене. И сейчас эпизод, который носит название «Город будущего». То есть мы же можем и помечтать с вами. О чем помечтать? О будущих победах. Спортивных. И не только. О новых домах, вырастающих в нашем городе. О новых людях. Маленьких людях, будущих ангарчанах. Которые должны появляться все больше и больше с каждым годом, с каждым днем. Ну и, конечно, помечтать о нашем городе. Подумать о том, что именно мы с вами можем сделать так, чтобы город наш свел. Чтобы в городе было хорошо и уютно. И делать это можно каждый день. С помощью каких-то мелочей. Подобрать брошенный кем-то фантик. Порогать мальчишку, который выбросил пакет от семечек не туда, куда нужно. Почему? Да, потому что мы с вами все вместе делаем наш будущий город. Тот город, в котором жить нашим детям и нашим внукам. Тот город, в котором жить нашим детям и нашим детям. Тот город, в котором жить нашим детям. Тот город, в котором жить нашим детям. Тот город, в котором жить нашим детям. Тот город, в котором падает или иная. Дождаться открытым четвер含. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И очень хорошо, что в нашем городе думают о своих жителях, думают о детях, которые могут заниматься или спортом, или посещать, допустим, художественную или музыкальную школу. И то же самое о спортсменах. У них есть все возможности реализоваться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Город Нашангарск Город Побед! Дима Торзок Дима Торзок Игорь Игорь Иванович, Игорь Иванович, вам слово. Дима Торзок 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 Вы знаете, это правильно, это наша обязанность помнить о тех подвигах, которые они совершили. Но я знаю, что ангарчане это отзывчивые, добрые, трудолюбивые, целеустремленные и много-много можно качеств говорить о вас. Спасибо, что вы делаете свое дело. Я знаю, что у нас еще много будет таких побед, еще много задач, еще многое нужно решить. Но мы все вместе, все жители Иркутской области, все поздравляют вас сегодня. Замечательный праздник. Спасибо. У микрофона Константин Борисович. Добрый вечер, Ангарск. В лучшем городе на земле живут лучшие люди. Дорогие земляки, в этот юбилейный день рождения нашего любимого города желаю вам здоровья, счастья. Берегите, развивайте, славьте наш любимый город. Ангарчане вперед! Сергей Анатольевич, вам слово. Добрый вечер, Ангарск. Дорогие земляки, дорогие ангарчане, мы гордимся тем, что сделано. Мы гордимся нашим городом. За 70 лет такой короткий срок пройти такой путь. Мы уважаем свой город, мы любим свой город. И очень важно, чтобы мы с вами сделали так, чтобы этим городом гордились наши дети, гордились наши внуки. И мы обязательно это сделаем. С юбилеем, земляки! У микрофона Алексей Николаевич. Уважаемые ангарчане, дорогие ветераны, от всего сердца поздравляю вас с 70-летием. Ангарск – это великое прошлое наших предыдущих поколений. И я уверен, Ангарск – это не менее великое будущее. Обращая внимание на нашу молодежь, я верю, что за нами будущее. Мы победим. Ангарск с юбилеем! Слово Олегу Игоревичу. Привет, Ангарск! С днём рождения! Теперь Омск и Ангарск обратимы. Это прекрасно, это круто. У вас замечательный город, прекрасный мэр. Вы полны энтузиазма, молодостью. На вас приятно посмотреть просто. Ну, а мы, Омск – это те самые люди с другого конца нефтяной трубы, которая нас связывает. Это мы стучим, когда у вас музыка громко играет. Шучу, конечно. Вы знаете, у вас, кроме всего прочего, ещё прекрасное чувство юмора. Вот знаете, как я это понял? У нас же климат с вами очень похож, он такой мерзко-континентальный. Летом плюс 50, зимой минус 100, когда вот вышел, на рельсы плюнул и трамвай премёрз, проехал. Вот. И у нас так же. Но мы и для себя придумали такую легенду, что у нас 300 солнечных дней в году. Это правда. Прям приезжайте, посмотрите. А знаете, вот как у вас? Вот в туристической справке написано 100 безморозных дней в году. Это не работает. Вот этого не испугались только мы и мытищи. Ну и ещё японцам, потому что они по-русски ничего не понимают, мне кажется. Вот. Поэтому с этим что-то надо делать. Ну не знаю, напишите там 260 дней свежего воздуха там или 360 дней зелёных ёлок. Вот тогда турист потянется. Вот точно. Что-то нужно. Вот. Ну а если серьёзно, очень круто, очень позитивно, что сибирские города объединяются. Сейчас время такое. Важно понимать, что кто-то где-то у нас есть. Приезжайте к нам отдыхать, учиться, развивать бизнес. И мы к вам. Ещё раз с праздником. Ура! У микрофона Михаил Леонидович. Дорогие грачане, у вас сегодня праздник, не просто праздник, а юбилей. Я у вас первый раз в гостях. Спасибо за тёплый приём, за радушную встречу. Выступление было просто шикарное. Сделано с душой. Спасибо за это. Конечно, было всего два дня для того, чтобы посмотреть город. Не всё удалось посмотреть, но то, что я увидел, впечатляет. Очень приятно впечатляет. Вы развиваетесь. У вас есть свои даже уникальные спортивные объекты. Интересные музеи и выставки. Поэтому планка высокая. Поэтому только вперёд. Желаю вам процветания. Любите и берегите свой родной край. С праздником! Друзья, я вот сейчас нахожусь здесь. Энергетика потрясающая. Давайте поаплодируем нашим участникам вот этого хорошего представления. Оно незабываемое. Спасибо вам, ребята. Спасибо, уважаемые руководители. С праздником! Любимый город! Ура! Если в городе бережно относятся к прошлому и ценят настоящее, Значит, его ждёт процветание. Сегодня каждый из нас творит историю города. Пишет новые страницы. Создаёт новые легенды. Всё это будет трепетно хранить наш музей времени. Музей жизни. С юбилеем Ангарск! Город, рождённый победой. Город, рождённый мечтой. Буквально считанные минуты от Союза до завершения праздника. Как сейчас правильно сказал Игорь Иванович Кобзин, губернатор при Ангаре. Здесь просто потрясающая энергетика. Этот праздник, дорогие наши телезрители, дорогие сгорчане, мы заслужили. Не было праздника в прошлом году в связи с пандемией. И вот сегодня большое спасибо режиссёру этого прекрасного концерта Ирине Захаровой. Это действительно здорово. Управление по культуре администрации Ангарского городского округа. Вы получили замечательный праздник. Я надеюсь, что те, кто не смог присутствовать на стадионе Ангара, получили те же самые потрясающие эмоции во время нашей прямой трансляции. В прямом эфире с вами работала Елена Мильвен и наш потрясающий комментатор Ирина Сергеева. Я передаю ей слово. Дорогие друзья, ну вот и финал. Вот и финал нашего замечательного праздника, посвящённого 70-летию нашего города. Город, рождённый победой. Город, рождённый мечтой. Это слова из песни, которую мы слышим сейчас, написанную нашим известным ангарским музыкантом Игорем Ясным. Он её исполняет на коде, на завершении всего этого мероприятия. И я желаю вам одного. Я желаю вам гордиться тем, что вы ангарчане. Я очень хочу, чтобы тот задор, тот как бы задел позитива и оптимизма, которым вы напитались сегодня, посмотрев вот это наше мероприятие, чтобы он с вами пребывал всегда. Чтобы вы были счастливы в этом городе. Чтобы вы любили этот город. И чтобы в этом городе рождались ваши дети. И чтобы в этом городе и на благо города у вас всегда и всё получалось. Всего доброго! Мы любим Ангарск! Город рождённый, поверяй! Город рождённый весной! Люди с душёю открытой! Эй, там, да, город мой! Город рождённый, поверяй! Город рождённый, мечтой! Люди с душёю открытой! Эй, там, да, город мой! Город рождённый, поверяй! Город рождённый весной! Люди с душёю открытой! Эй, там, да, город мой! Город, рождённый победой, Город, рождённый мечтой, Люди с душой открытой, Эдангарс город мой. Город, рождённый победой, Город, рождённый мечтой, С юбилеем, родной Ангарск, Всех благ и процветания, С праздником, друзья! Уважаемые ангарчане, гости города! Продолжает праздничную программу концерт звезды русского рока Дианы Арбениной. Ждём вас сегодня на набережной в 21.45. Завершится юбилейный день красочным фейерверком в 23.00. А 30 мая мы рады будем видеть вас на площади имени Ленина. Там будет проходить традиционный фестиваль «Танцуй, Ангарск!» 26 танцевальных коллективов. Специальный гость фестиваля, участница телепроекта «Танцы на ТНТ» Деки. Фестиваль начнёт свою работу в 13.00. На набережной с 14.00 концертная программа «Поёт Ангарск!» Ещё раз поздравляем каждого жителя! Твои сны, то, что можешь осуществить, наяву ты не держи силу, что скрываешь внутри, просто отпусти. Кажется, всё против правой, но не ошибается, кто не идёт вперёд. Было вчера нереальным, ну а сегодня готов ты начать полёс. Выше могут быть только звёзды, даже солнце можно достать другой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!